Всем привет! Это Таня Матаня. Сегодня будет обзор методик чтения, потому что больше всего вопросов у меня именно по чтению. Когда я начала рассказывать про развитие своего ребенка, что я делаю, то у меня в разных комментариях и в моей группе мне лично пишут, ну а как же, а как же, а как же. Поэтому я начинаю с обзоров разных методик, несколько возьму, кратко их попытаюсь сравнить. Буду сравнивать я не как какой-то методист, может быть, не совсем профессионально, а как мама, которая имеет в руки информацию о них и, в принципе, такую же информацию, как многие мамы, где мы можем взять в интернете, взять какие-то книги по ранним развитиям и их изучать. Итак, кратко начнем. Методики чтения, они в основном, ну, конечно, нельзя их прям разделять, да, но в основном базируются на следующих принципах. Значит, первый принцип – это обучение по звукам или по буквам, да, мамы говорят буквы, но вообще звуковые, да, то есть берут за основу буквы, потом соединяют их в слова и такая классическая методика, которая в школе у нас, да, она практикуется и достаточно давно. Следующая методика – это обучение по слогам, а вернее по складам, да, то есть уже за основу берется не буква, а склад, и еще одна группа методик – это за основу берется слово. И потихонечку будем про них рассказывать. Значит, вот букварь, да, букварь – это то, что… Вот та методика Жукова, да, пожалуйста, в школе, да, у нас точно так же учим мы в буковке. Букварь учит нас по буквам, то есть берется за основу звук, не буква, потому что буквы катастрофические, нельзя брать за основу именно звук. И на основе звуков начинается обучение по этой методике. И мамы, значит, первые ошибки, которые даже если мама начала с буковок, очень много ошибок мама делает. Во-первых, мне нужна, вот у меня тут в уголочке, наверное, светится азбука, да, мама сначала покупает азбуку, но ни в одной методике никто не начинает учиться с азбуки. Если вы уже решили учиться по буквам, ну хотя бы купите букварь, да, и от него отталкивайтесь, вы увидите, что азбука – это последовательность, да, вот наша буква БВГД, да, как выстроена в алфавите, а любая методика, она фактически, вот, буквенная, она начинает учиться с гласным. А О, У, И, и потом вводит согласные, получается слоги и так далее. Опять же, в азбуке тоже очень многие мамы делают ошибки, как правило, она выстроена таким образом, что буква, значит, буква, которая обозначена, она там вместе с картинкой, и эта картинка начинается с этой буквы. А вот букварь, да, здесь такого нету. Вот, присмотритесь, здесь буковка сразу идёт и в середине слова, и сразу это понятие вводится, что буква может быть в любом месте. Поэтому, если вы взяли за основу, значит, буквенную методику, тоже её изучите. Вот у меня, значит, как работать с букварём здесь есть, и, ну, какие звуки, как вводить, как ассоциации придумываются к этим буквам, да, как сливать звукоподражание с буквами и так далее. То есть это уже вот основывается на буквенной звуковой вот этой вот методике. Проблемы, значит, какие бывают проблемы с обучением, почему появились другие методики. Значит, проблемы в соединении букв в слово. Это очень серьёзная проблема, когда ребёнок не может понять, что нужно не читать отдельную букву, да, вот букварь. Б-О-К-Б-А-Р. Мягкий знак. Вот так прочитать может ребёнок, даже который знает буквы. То есть соединение букв, это очень... У меня у ребёнка, вот у старшего упражнения есть в русском языке, там такой рассказ. «Читай АУ». Ребёнок, там, вон, сестрёнка читает АУ, и она её спрашивает. «Ты знаешь букву А?» «Знаю». «У, знаешь, да?» «А АУ я не знаю». Понимаете? Вот это вот описание, вот это вот понимание ребёнка, что очень сложно соединять буквы. И, соответственно, очень сложно потом соединять слоги, потому что для того, чтобы ребёнок понял, что нужно соединять слово, пытаются соединить слоги, а потом из слогов составить слово. И проблема ещё начинается в том, что ребёнок очень долго читает по слогам, не читает целое слово и читает медленно, поэтому... И многие проблемы, вот это, что он медленно читает, он теряет интерес к чтению и так далее. И ещё проблема следующая, что буквенное вот это вот понимание, да, соединение слов не может одолеть двух-трёхлетний маленький ребёнок. То есть очень... это должно быть очень сообразительно, да, есть такое понятие «обучаемые дети, не обучаемые» психологи, да, делят наших детей. И вот такая проблема, что да, к школьному возрасту вы идёте на подготовку, и в шесть лет вас учат по буковокам, как их соединить, и ребёнок начинает это осознавать в достаточно взрослом возрасте. Но педагоги любят эту методику нашу, потому что она очень хорошо адаптируется на школу. А на школу почему? Потому что вы придёте в школу, и у вас идёт разбор слова по составу. Это буква глухая, это буква звонкая, это гласная, это согласная, и всё замечательно, когда буква существует раздельно, и понятие к ней можно привязать замечательно. Поэтому учителя у нас держатся за эту методику, и она прекрасно существует. Следующая методика – это методика Зайцева. Это кубики, кубики Зайцева, про неё что я могу рассказать. Достаточно давно она уже появилась, и очень много людей, которые по ней обучились. Зайцев построил свою систему совершенно по-другому. Он выделил так называемые склады в русском языке. Что это означает? Это не совсем слоги, потому что слог его не существует, потому что слог – это гласная плюс согласная. То есть он выделил слоги, склады, из которых состоит русский язык. Определённое количество из этих складов составил свою теорию, свою методику. И эти склады именно есть теория кубики Зайцева. Расположил их на кубике, чтобы можно было ребёнку в игровой форме играть. Очень интересная методика, изучайте её, может быть, она вам понравится. Некоторые садики адаптированы по этой методике, и она подходит именно к ранней, презентуется как к ранней. Вот где-то я читала, что всё-таки 4-х, 3-х летний максимум ребёнок хорошо владевает вот этими понятиями и играет с кубиками. А вот раннее развитие, да, там 2, сейчас некоторые мамы и раньше хотят, чтобы уже из года начать обучение. Вот более раннее с трудом, но хотя и есть и такие случаи. Преимущество этой методики в том, что так как ребёнок запоминает вот эти вот склады, да, и других их не существует, он начинает грамотно писать. То есть у него повышенная грамотность, получается, у этого ребёнка. И отзывы я читала хорошие там, да, кто уже есть поколение, которое выучило, обучило чтению именно по методике Зайцева. Причём я вот про неё узнала, я смотрела самого Зайцева. Он наш современник, он ещё, да, он в силах, такой он в возрасте, но он, да, он активно продвигает, продолжает свою методику. И как раз у него я услышала первый раз, что не нужно сидя играть с детьми. Его методика предполагает, что кубики нужно располагать на уровне глаз ребёнка, то есть ставить куда-то на полку и так далее. То есть это не просто взять и кубики поиграть, там целая система, с ней нужно ознакомливаться и более подробно. Ну, о недостатках. Недостатки в том, что у неё нет продолжения в школе. И у педагоги её, вот, школьные не все любят. А почему? Потому что он использует не те цвета, что в школе, и обозначает свои какие-то, да, он выделил какие-то свои цвета, и потом ребёнок начинает путать, потому что у нас там, допустим, зелёный цвет – это мягкая согласная, синяя – твёрдая согласная, красный – это, значит, гласный, так любят в школе выделять. А у него всё по-другому. И начинается вот эта вот путаница. То есть у него нет продолжения в школе. И, значит, учителя утверждают, я тоже как-то вот где-то читала, что якобы дети, кто учился по Зайцеву, они глотают окончание. То есть не идут склонения, ну, в общем, какие-то вот такие вот вещи там, да. Ну вот я не очень верю, что с окончанием проблемы из-за методики, я думаю, что там и какие-то ещё есть особенности развития ребёнка, потому что в основном всё-таки вот кто-то занимался, пишут, что действительно повышенная грамотность, понимание русского языка, понимание его структуры и так далее. И у Зайцева, кроме чтения, есть ещё другие методики математические, но про них я буду рассказывать отдельно. Итак, вот, пожалуйста, можете учить по складу. Следующая методика – это по словам. Такая, одна из известнейших методик – это Доман, да, у него карточки. Вот все знают, что я занимаюсь по карточкам английским, да, что я взяла за основу карточную методику для английского языка. И меня всё время теперь спрашивают, а почему русский, почему русский вы не учите, почему? Вот я сейчас отвечаю, почему. Потому что русский язык я знаю, ну, как носитель сама. И поэтому вот эти вот карточки, писать слова на карточках я сама могу. У меня достаточно фантазии, чтобы что-то писать, что-то делать, да. Я сама могу создавать. Я их пишу, и вот дальше я буду про следующую методику рассказывать. И буду говорить. А вам английского языка, мне для английского нужны были карточки как основа. На что я опираюсь, да, я много рассказываю, что я модифицирую немножко под своего ребёнка, изменяю эту карточную методику. Но всё-таки использую её не для русского чтения, а для английского. Что, значит, предполагает эта себе методика? Эта методика предполагает, что это где-то с шести месяцев с года, то есть это достаточно рано, ребёнку просто быстро показывается карточка. Всё. И он запоминает. То есть на уровне глаз размещается там, да, ползает ребёнок, ему подсовывается, и каждый день новые-новые карточки. И у ребёнка образуется, да, как вот по методике считается, образ слова. Он его запоминает и потом читает быстро и читывает именно слова. Опять же, вот русское словостроение и английское, оно разное. В русском языке есть исключения, которые не читаются так же, как положено. В английском очень много исключений, да. То есть читают так, не как написано, да, по какому-то особенному, по какой-то там особенности. Поэтому для английского языка это очень даже объяснимая методика. Но на русский язык тоже можно использовать. Это уже выбор мамы. В эту методику нужно очень сильно верить, для того, чтобы рано начинать заниматься. Потому что результат вы не можете увидеть сразу. То есть вы демонстрируете методику, а года через два только ребёнок вам выдаст результат. И как правило, вот тоже я читаю форумы, там ещё где-то мамы пишут. Вот вдруг ребёнок начал читать. И причём, да, есть случаи, когда раннее чтение начинается, и действительно ребёнок читает, и читает быстро, и так далее. Иногда бывает таким образом, что ребёнок продолжает читать карточки, но не читает книги. То есть карточку он знает, он запомнил слово, у него ассоциация с карточкой, не идёт переход именно к книгам. И дальше нужно двигаться, искать способы и так далее. Но это уже особенности этой методики. Поэтому, пожалуйста, можете учить по словам и брать за основу слово. Это тоже возможно. Читайте методики, что она предполагает. Единственное, что в доманской методике, которая вообще в чистом виде, доман считает, что игрушки не нужны вообще. Вот есть карточки, да, что игрушки – это трата времени. Есть карточки, и всё само по себе заполнится и разобьётся. А остальное – ерунда. Но наши мамы никто так не делает, всё равно все берут карточки в игровой форме, как-то их адаптируют, да, там, всё равно с ними именно играют, а не просто так вот демонстрируют. Но, пожалуйста, можете ознакомиться с этой методикой. Ещё в карточках как бы есть свой плюс, что благодаря карточкам мама может организовать языковую среду. То есть не все мамы имеют такую фантазию, что говорить, да. Нужно всё время говорить, что-то озвучивать, причём говорить любые банальные вещи для того, чтобы ребёнок постоянно слышит речь. Он находится целый день с мамой, и только мама ему вот этот язык может помочь овладеть, да, постоянно говоря. Но мама иногда некоторые молчит, она вот не может никак включить воображение, что и как говорить. И благодаря карточкам она их читает, у неё есть основа, она не знает другие методики, не знает их особенности. И вот благодаря вот такому простому методу она овладевает вот этим простым языком, и ребёнок слышит речь, и это помогает, если уж хотя бы не чтение, то развитию речи. Потому что вот я, у меня в поликлинике с ребёнком была, и я с ребёнком, значит, просто в окно мы смотрели, я озвучила, там ветер дует, вон ворона, а листик вот так вот летит, когда он дует, да, вон много листиков полетело, а ветер затих. И вот каждое действие природы, да, потом его каждое действие, а это окно, вот мы всё озвучивали, для меня это вот естественно, да. Ну, не у каждой мамы есть воображение, и не всегда вот мама может перестроиться на вот этот вот язык детский, говорить простые вещи. Поэтому, может быть, карточка именно в этом вам поможет, почему нет, это даже было бы замечательно, если она помогла бы вам в речи, да, в развитии речи. Ещё одна методика, которая тоже за основу берёт слово, но она вот немножко более адаптивная под наши, это вот Теплякова, да, вот я в обзоре специально включила эту азбуку, значит, букварию. Что она берёт? Она тоже рекомендует начинать раньше, вот у неё с двух лет, читаем с двух лет, вот я со старшей начала заниматься, помню, вот, я сразу скажу, да, мне очень всё нравится, но со старшей у меня не пошла по нему обучение. У меня ребёнок начал действительно проявлять интерес старшей к чтению в пять лет, и мы быстренько, по обыкновенному поговорю, мы ходили там в группу, только групповое обучение у него пошло, никакого индивидуального обучения нет, хотя мы очень много занимались вот таким вот образом, то есть, да, я прилагала усилия, я занималась, мы вот эту вот азбуку использовали, вот эту, и сейчас я её достала, клеила, значит, ребёнку то, что мы занимались с младшим, что-то заклеила, и сейчас младший у меня огромный интерес к ней проявил, и я по ней занимаюсь. Она тоже берёт за основу слова, но рекомендует слова именно писать, всегда писать, каким угодно способом, просто ручкой на куске бумаги, потом мы эти слова, вот видите, мама у меня, да, разрезаем, соединяем, вот у нас есть с дырочками, там на карандашик мы его надеваем, то есть мы играем слова, и потом мы берём эти слова, да, вот у меня есть такие мелкие, маленькие, значит, карточки, да, у нас здесь есть основа сказки, начинаются с курочки ряба, и мы вот эти слова вкладываем в текст, то есть берём, находим такое же слово, и, пожалуйста, положили, и вот по этому букварю мы делаем. Значит, дальше здесь есть буковки, мы их обводим, пытаемся, да, кроме буковок есть и картинки, которые тоже вот ребёнок, вот, темно, каляки-маляки здесь устраивает, то есть книга предполагает, что с ней внутри нужно работать, и мне достаточно интересно, из-за основы взята там не мама, а малырама, да, взяты сказки, и то, что с ним ребёнок происходит, кровать, сорока белоблок, это взято, да, солнце, вот сейчас весна, и у нас вот эта вот тема, как красиво, солнце жаркое, вот, здравствуй, весна, вот, на прищепочке, то есть играем с целым словом. Вот я близко к этой методике делаю, хотя у меня букварь вот этот вот, ребёнок тоже смотрит, любит и изучает. Небольшой недостаток – это то, что ребёнок вот в этом букваре пишет, и мне пришлось объяснять ребёнку, что писать вот в этой книге много можно, я разрешаю, а вдруг их нельзя, потому что здесь надо дописать буквы. И вот мы рисуем дорожки и книги, и обводим буквы. А в других вот нельзя объяснить ребёнку не так просто, для того, чтобы он не начал рисовать в других книгах, вот у меня это получилось, но не все дети это поймут. Вот. Поэтому вот я рассказала кратко, чтобы вы именно ознакомились и выбрали для себя, а что же вам подходит, и как вы будете заниматься. Это Таня Матанил, что-то я буду делать подробно, занятия свои по букварюте плохого я немножко снимаю, но иногда мы так неожиданно начинаем заниматься, что я камеру не успеваю включать. Поэтому как у нас пойдут занятия, я обязательно соберу вот какую-то такую общую тему, но вот я уже чувствую, что у него вот это вот идёт понимание чтения, понимание слова, потому что буквы я изучала звуковые, то есть звукоподражания использовала для изучения, но первое у нас всё-таки было звук, потому что звук – это тоже слово, это целое слово, «з» – это слово для ребёнка. И следующую тему я буду рассказывать про азбуки. Азбуки, да, какие азбуки в раннем возрасте можно и хорошо покупать, а какие нет. Потому что в азбуках можно не только, да, она может быть не только бесполезна иногда, но она может даже навредить. То есть есть, у меня есть некоторый материал, который вот я вот покажу и скажу, а вот это не очень хорошо, особенно в маленьком возрасте. И не нужно кидаться и покупать вот алфавит, и вешать его на стену зачастую, что делают 90% мам. Вот. Узнала я это постепенно, всё, что это накопило, я делала те же ошибки, что и сейчас мамы многие делают. Я видео смотрю, вот я купила, там музыкальную повесила. Вот я всё расскажу, с чем я столкнулась, как мне там педагоги какие-то что-то комментировали, да, потому что да, кто где, по крупицам я всё расскажу и соберу. И надеюсь, что это вам поможет. И ещё одна методика, но я про неё буду отдельно рассказывать, Монте-Соль. А Монте-Соль вообще говорит, а ничего не надо, ни буквы, ни слова, ничего, ребёнок сам научится читать, если вы с ним просто будете играть. Вот так вот она предполагает, у неё вот не сформулировано, что возьмите слово, букву за основу. Она тоже, у неё тоже есть игровые вот эти методы. И я, в принципе, мешаю. Да, я беру и Жукову, да, то, что она пишет вот в своей букваре, и Теплакову, то, что беру. Но всё-таки я ориентируюсь на то, что именно написано, да, а не так вот просто взяла, там, азбуку повесила, вот она, буква, и повтори за мной ребёнок. Нет, вот такого в лоб ребёнок так не научится читать. И ещё, никогда не ставьте своей целью научить буквам. Первое, учат изначально звуки, а не буквы, потому что именно звуками мы произносим, а не БЛВ, да, АБВ. Это первое. И второе, ставьте себе задачу чтения. Почему я сейчас вот не рассказываю, как мы учили буковки? Потому что в буквах нет никакого смысла. Ну, будет он, запомнит он у вас эти буквы. И что? Он в этих буквах может остаться до школы. Надо ориентироваться в обучении на чтение. Так что, Таня Матами, всем пока. Я надеюсь, что я рассказала вам полезную информацию, и вы будете искать и находить то, как обучать своего ребёнка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok